Духовный рост Младенец записывает определенные параметры о нем И среди них есть рост Знаете, как-то Господь побудил, присутствуя на собрании, слушая проповеди Положил на сердце поразмышлять о таком другом духовном параметре Это духовный вес И действительно, когда младенец рождается, то пишут не только рост, но еще и вес Может быть это не важно Но если обратить внимание на физическое развитие Может быть человек для своего возраста иметь нормальный рост Но недостаточный вес О чем это будет говорить? О том, что ему следует лучше питаться Может быть образ жизни как-то поменять Заниматься зарядкой или еще чем-то Или наоборот, когда его вес избыточный Это тоже о чем-то говорит Знаете, у меня была проблема лет 13-14 Я за год очень сильно вытягивался по росту Но вот вес отставал Сколько я не кушал, что я не ел Не мог набрать вес и все Хотя сейчас скорее у меня обратная проблема Но когда мы говорим о духовном весе Знаете, здесь никогда не бывает преизбытка Но в духовной жизни, как правило, человек страдает Духовным недостатком духовного веса И оттолкнуться в своих рассуждениях я хочу От известного места писания Это история из книги пророка Даниила Пятая глава Вы знаете, помните языческого царя Валтасара Который устроил пир для своих вельмож Он был человек очень надменный И для него не было уроком История его предшественника, царя Науха Доносора Как Господь смирил его И тот потом прославил Бога Небесного Но он превознес все в своем сердце И вот Господь взвесил его Господь взвесил его на своих весах Знаете, у нас у многих дома есть весы И для нас важно взвеситься, проверить свой вес Мы как-то делаем выводы, что делать, как откорректировать У Господа тоже есть свои весы И Он взвешивает нас Время от времени Он взвешивает нас И говорит свою оценку И вот об этом царе был такой вывод После духовного взвешивания Мы читаем книгу пророка Даниила 5 глава, 27 стих Там этот вывод выражен одним словом Текел или текел Не знаю, как правильно ставить ударение Но вот его значение Господь говорит Ты взвешен на весах И найден очень легким Ты взвешен на весах И найден очень легким И Господь как бы подчеркивает, что на его весах Человек может иметь две характеристики Эти характеристики, которые важны Либо ты легкий, либо ты весомый Либо ты легкий, либо ты весомый И пусть Господь нам даст увидеть Вот на данный момент Наш духовный вес сейчас Мы легкие или мы весомые В той истории Валтасар Он очень встревожился Он пришел в такой страх Колени задрожали Хоть он уже был и подвыпивший Но он тут же велел позвать всех Гадателей, мудрецов Но они не смогли Объяснить Вот это значение Позвали Даниила Он объяснил это значение Муж Божий И знаете Валтасар сразу захотел Сделать Даниила весомым человеком Только в своем понимании И Какое же понимание этого мира О том, что человек является весомым И мы читаем об этом Когда Валтасар Вот обращается к Даниилу Мы читаем об этом С 10 стиха Когда царица дает совет Валтасару Царица же по поводу слов царя И вельмож его вошла в палату пиршества Начала говорить царица и сказала Царь, вовеки живи Да не смущают тебя мысли твои И да не изменяется вид лица твоего Есть в царстве твой муж В котором дух святого Бога Во дне отца твоего Найдены были в нем свет, разум и мудрость Подобная мудрости богов И царь на выходоносор отец твой Поставил его главою тайноведцев Обаятелей, халдеев и гадателей Сам отец твой царь Потому что в нем Данииле Которого царь переименовал Валтасаром Оказались высокий дух, ведение и разум Способный изъяснять сны Толковать загадочное И разрешать узлы И так пусть призовут Даниила И он объяснит значение И объяснит значение И вот Даниил был приведен И Валтасар, обращаясь к нему Говорит 16 стих А о тебе я слышал, что ты можешь Объяснять значение И разрешать узлы И так Если можешь прочитать это написанное И объяснить мне значение его То облечен будешь в багряницу И золотая цепь будет на шее твоей И третьим властелином будешь в царстве И вот здесь Валтасар как бы открывает Что для него весомое Что вообще в его царстве было весомым Как человека определяют и оценивают Весомый он или нет И вот три элемента он называет Я тебе дам багряницу Я тебе дам золотую цепь на шею И я тебя сделаю третьим властелином в своем царстве Три элемента, знаете, они и сегодня присутствуют Смотрят на человека На его внешность Как он одет Как он выглядит Багряница, это была царская одежда Ее носили цари И сегодня, когда на человека смотрят И видят его внешность Она с иголочки Она богатая Она вот такая в престижных одеждах И человека принимают Он весомый, наверняка весомый Смотрят на другой элемент Валтасар говорит здесь Золотая цепь Или богатство Смотрят, если человек имеет богатство Материальное То он в глазах этого мира Имеет вес Смотрят на третий элемент Это власть Если человек имеет какое-то положение В обществе Он весомый И, знаете, те времена Наши времена Наверное, оценка этого мира Она не изменилась Вот эти три элемента Определяют человека весомым В нашем обществе Это внешность Это богатство Это власть Или положение в обществе Но что говорит Слово Божье Я хочу прочитать другой текст Писания Это Евангелие от Луки Третья глава Шестнадцатый и семнадцатый стихи Это слова Иоанна Крестителя О Господе Иисусе Христе Вот он так говорит Идет сильнейший меня У которого я не достоин Развязать ремень обуви Он будет крестить вас Духом Святым и огнем Лопата его в руке его И он очистит гумно свое И соберет пшеницу Житницу свою А солому Сожжет Огнем Неугасимым И Здесь мы Видим Читаем о том Что Господь Он Как бы Провеивает Свою гумно И вот ту пшеницу Которая собрана Или собирается С полей этого мира Она проходит Определенную обработку И она разделяется По весу На легкую часть И на весомую часть Господу Нужна весомая часть Ему нужно Зерно И ему нужно Отсеять солому Знаете В Запорожском Национальном университете Есть музей Этнографии Вот там есть Различные предметы Народного быта Еще 17-18 веков И там вот есть Эта лопата Которую раньше Наши предки Использовали Для того чтобы Веять пшеницу Веять зерно И на нее Ждали такого ветра Чтобы он был Несильный ветер И не слабый Но достаточный Для того чтобы Зерно ветер не унес Но оно под своим весом Упало А солому Ветер унес И вот этот образ Иоанн Креститель Здесь показывает И говорит что Так же происходит И в церкви Ведь последние дни Они начались Уже Две тысячи лет назад И с тех пор Люди собираются Вот в такие Снопья Собираются В церковь И Многие думают Ну хорошо Вот я стал этим Вошел в этот Сноп Я уже в церкви Я уже покаялся Я принял крещение Все хорошо Можно Расслабиться Но нет Господь говорит Я буду еще Работать над вами Я буду еще Отделять И смотрите Что Писание Говорит Исайя 28 глава С 26 стиха Прочитаю И такому порядку Учит его Бог его Он наставляет Его Ибо не молотят Чернухи Котком зубчатым И колес Молотильных Не катают По тмину Но палкою Выколачивают Чернуху И тмин Палкою Зерновой хлеб Вымолачивают Но не разбивают Его И водят по нему Молотильные колеса С конями Их Но не растирают Его И это происходит От Господа Савуофа Дивной судьбы Его Велика Премудрость Его И здесь мы читаем Как вымолачивали В древности Зерновой хлеб Вот попал Этот колосок Нагумно Но приезжает Хозяин И он Говорит Своим Работникам Они выводят Коней Или выводят Волов И что они Начинают делать Как мы здесь Читают Они берут Эти молотильные Колеса И ездят По ним Ездят По этим Колосьям И вот Человек Который Попал В церковь И он Начинает Испытывать На себе Вот это Давление Молотильных Колес Вроде бы Все хорошо А потом Какие-то Обстоятельства Возникают И начинают Раскатывать Жизнь А потом Тебя ложат На лопату Подымают И ветер Подбрасывает И думаешь Я подымаюсь Возможно Ближе к небу Но потом Ты падаешь Вниз А возможно Ты не Выдерживаешь И ты Все бросаешь И тебя Уносит Куда-то Далеко На греховные Поля И вот Как важно Здесь В этих Обстоятельствах Принять Решение Какой Духовный Вес Я хочу Иметь То ли я Не буду держаться За моего Господа Но я скажу Хватит Достаточно Я больше не могу Ветер унесет Меня Унесет куда-то В грех Унесет куда-то Далеко Или же я буду Говорить так Господь Пусть лучше Вот эти Молотильные колеса Они будут Ездить по мне Пусть Твои валы Твои кони Они ходят По моей жизни Но только бы Мне быть с тобою Только мне Быть С тобою И знаете Я думаю Вот этот Момент Он говорит О нашем Духовном Весе Мы порой Больше обращаем Внимание На ту Солому Которая есть В нашей жизни И знаете Солома Она не всегда Так быстро Отделяется Бывает Может быть Вы наблюдали Или в фильмах Где-то Ну вот так Уцепится За это зерно И ветер дует Она вот никак Ее подбрасывают Подбрасывают Ездят По этим Колосьям Пока она Не отпадет И мы часто Обращаем внимание Господи Ну вот это обида Или это зависть Или это непрощение Или еще что-то Но друзья Писание говорит нам Что Вот этот Духовный вес Он определяется По тому Где я пребываю Или же Я на гум Не пребываю Может быть Еще с этой Соломой Но я не хочу Покидать гум На своего Господина Я хочу Быть С Господом Моим Или же Я Под тяжестью Этих испытаний Уношусь Далеко В сторону Греха И знаете Вот в этом Состоит Суть Суть этого Процесса Вения Который Описывает Иоанн Креститель Что Лопата его В руке его И он очистит Гум на свое И соберет Пшеницу Житницу свою А солому Сожжет Огнем Неугасимым Когда мы Дальше Рассуждаем На эту тему Я еще хочу Привести Псалом 61 10 стих Это уже Опыт и свидетельство Царя Давида Когда он говорит Об окружающем Обществе Об обществе Которое Не обременяло Себя Не утруждало В том Чтобы исполнять Заповеди Божьи И вот Давид Так говорит Сыны человеческие Только суета Сыны мужей Ложь Если положить Их на весы Все они вместе Будут легче Пустоты Вот духовный вес Этого мира Все они Вместе Будут легче Пустоты Но Если мы посмотрим На физику Процесса Что Любой предмет Вот на нашей планете Делает весомым И мы понимаем Что Его вес Он зависит от того Что этот предмет Находится На поверхности Земли Наша с вами планета Она обладает Таким притяжением Что Притягивает все предметы Которые на ней Находятся Но стоит нам выйти В открытый космос Не важно Или это будет Спичечный коробок Или это будет Космический корабль Но все они Будут обладать Невесомостью Они не будут Иметь вес Что же нужно нам Чтобы в духовной жизни У нас был Духовный вес Для этого Нам нужно понимать Как мы оценены И Слово Божие говорит 1 Коринфянам 6 глава 20 стих Ибо вы куплены Дорогою ценою Мы должны понимать Что Мы В глаза Господа Имеем Очень большой вес Потому что За нас Господь Заплатил Очень большую цену Мы куплены Ценой крови Сына Божия Иисуса Христа И здесь нет места Для того Чтобы мы опять же Смотрели На ту солому Которая в нашем сердце Есть Потому что Господь Будет работать Он будет ее удалять Но наши взоры Господь хочет направить На ту цену Которую он за нас заплатил Это его благодать О которой брат проповедовал Это его заслуга Он заплатил эту цену Поэтому Прославляйте Бога И в телах ваших И в душах ваших И Как часто Этот мир Смотря на Людей верующих Он не оценивает их Они В глазах этого мира Не имеют веса Посланник евреям Говорит так 11 глава 38 стих Те которых Весь мир Не был достоин То есть Не имел веса По сравнению с ними Они скитались По пустыням И горам По пещерам И ущельям Земли И все сии Свидетельствованные В вере Все сии Они имели веру Они надеялись На Господа На Его водительство Что же нам нужно Еще для того Чтобы Иметь Достаточный Духовный вес Еще одно Пожелание Хочу и Слово Божие Привести для нас Это записано В первом послании Иоанна 5 глава С 3 стиха Ибо это Есть любовь К Богу Чтобы мы Соблюдали Заповеди Его И заповеди Его Не тяжки Ибо всякий Рожденный От Бога Побеждает мир И сияясь Победа Победившая мир Вера Наша Кто побеждает Мир Как не тот Кто верует Что Иисус Есть Сын Божий Духовный вес Человек Который имеет Духовный вес Он может Побеждать этот мир Свою верою В Иисуса Христа В чем эта победа заключается В чем В том что он Любит Бога А эта любовь выражается В том что он Любит Слово Его Соблюдает Заповеди Его И верует Что Иисус Есть Сын Божий И мы видим То что В нашей жизни Мы должны Обращать внимание Не на свое Вот Состояние В данный момент Больше Но На того Кто стоит за нами На Иисуса Христа Находимся ли мы Сегодня В Его притяжении Его личность Его цена Его кровь Его благодать И Если мы это понимаем Тогда мы будем Обращаться к Господу Чтобы Он Отделял нас Эту солому От зерна Чтобы Он Нас исполнял Благодатью своей Чтобы Он продолжал Свою работу И Его вот эти Валы По нам Проходили Молотильными Колесами А мы будем Говорить Господь Пусть проходят Но я только Хочу Быть С тобой И Последнее место Хочу прочитать Это книга Откровения Вторая глава Пятый Стих Итак Вспомни Откуда ты не спал И покайся И твори прежние дела А если не так Скоро приду К тебе И сдвину Светлый Светлый Твой С места Его Если Не покаешься И здесь Я думаю Господь Обращается К тем Которые Может быть Когда-то Не выдержали Как эти Молотильные Колеса По ним Ездили И сказали Хватит И упали Куда-то Далеко Упали С высоты Божьей И Господь Говорит Им Вспомни Откуда ты не спал Вернись Назад Покайся И твори Прежние дела Господь Имеет Все для этого Его благодати Хватит на каждого Его кровь Она омоет Все И ты сможешь И дальше Славить его Как мы читали Прославляйте Бога И в телах В телах Ваших И в душах Ваших Которые Суть Божьей Итак Духовный вес Вот это важная Характеристика В нашей Духовной Жизни Насколько Этот вес Сегодня В нашей жизни Присутствует Насколько Он достаточный В глазах Божьих И на что Мы обращаем Внимание Больше На нашего Господа Иисуса Христа Или возможно На ту солому Которая Еще есть В нашей Жизни Давайте Обращаться К нашему Господу Просить о Его Благодати О том Чтобы Он Помогал нам Идти по Его Пути Как брат Брат говорил Если Мы на каком-то Другом пути Сейчас То Будем просить Чтобы Господь Вернул нас Назад И нам Идти по Его Пути И знаете Там еще дальше Было продолжение Брат Читал в том же Стихе Ибо 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 Только Через Меня Приходят К Отцу Поэтому Давайте Прославим Господа В наших Молитвах Аминь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...